Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Ловить леща на водоеме зимой не так просто, как кажется на первый взгляд. Начинающий рыбак думает, что стоит подыскать местечко поглубже и дело с концом. Но на самом деле все не так просто. Рыбакам стоит заранее изучить рельеф дна водоема еще задолго перед ледоставом, чтобы потом не пришлось в хаотичном порядке сверлить лунки и надеяться исключительно на удачу. Самые хитрые рыбаки видят скопление палаток, а это верный признак того, что там стоит лещ, и всегда можно присесть неподалеку. Лещ рыбостайная и даже зимой не изменяет своим особенностям. Небольшие рыбки, они же подлещики, по большей части обитают стаями на мелководье, где присутствуют заросли и достаточно корма. Крупный же лещ стоит глубже. Декабрь собирает эту рыбу в стаи у свалов и бровок глубоких ям, где они кормятся. Найти такие места по первому льду не очень сложно. Упростить процедуру поможет и холод. Обязательно при рыбалке зимой прикормка для леща. Лучшей является кормовой мотыль в перемешку с панировочным сухарем. Но если нет времени заморачиваться, то всегда можно приобрести готовую прикормку. Доставляют прикорм на дно специальной закормочной кормушкой. На тиховоде раскрывают устройство в метре от дна, что позволяет мотылю падая покрыть большую площадь. Перед отправкой в воду мотыль слегка придавливают. Делают это для большего его запаха и для того, чтобы он не скрылся быстро в или. Прикармливать лучше сразу несколько лунок. Это позволит быстрее реагировать на передвижение рыбы от места к месту. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok